Привет! 5 января 2022 года вступают в силу новые правила YouTube. К чему готовиться и что изменится для ютюберов, для авторов каналов? Подробно поговорим об этом и о тех изменениях в творческой студии, которые выводят нашу с вами работу на новый принципиально отличающийся уровень. Поехали! Итак, я уже делал пост в сообществе и рассказывал, что в принципе новые правила не будут столь кардинальными и столь опасными, как правила, которые вступили в силу 6 января 2020 года, когда крашнулся, по сути, детский контент многократно. Здесь такого нет. Здесь изменяется, прежде всего, понятийный аппарат, то есть YouTube вносит корректировку в некоторые формулировки и делает объяснения понятий более доступными. Речь идет о том, что вносятся уточнения в термины, плюс добавляются упоминания об условиях и принципах сообщества в термсов сервисе, в условиях использования сервиса, и в документ добавляется информация о том, какие меры будут приниматься, если кто-то нарушает правила сообщества. Сама система предупреждений, страйков и так далее остается прежней, поэтому не с им, работаем дальше. Появилась возможность повторно использовать ранее установленные опции для загруженных видеороликов. На мой взгляд, давно такого не хватало, и решение достаточно очевидное. Для стримов такое есть уже на протяжении времени. Когда вы создаете новую прямую трансляцию, система предлагает вам создать ее на основании старой трансляции, что-то исправить, изменить и использовать с меньшими затратами времени. Теперь подобное новшество будет касаться и загрузки новых видеороликов. В частности, можно будет повторно использовать название, описание, языковые настройки, разрешение на нарезку видео в короткие ролики. Данная функция сэкономит ваше время, если вы делаете серийный контент, и он имеет в себе некоторые черты последовательности. Получить доступ к нововведению можно в разделе информации в процессе загрузки видео, кликнув на кнопочку импортировать сведения. Ждем, когда зарелизится для всех, и тестируем. Отпишитесь в комментариях, насколько вам по душе такое новшество. Есть еще одна важная фишка, которая касается значков видео. Сейчас до нее дойдем, не переключайтесь. Обновление мобильного приложения YouTube также несет нововведение. В частности, добавлены дополнительные аналитические данные, которые ранее были доступны только на компьютере. Пользователи приложения получили возможность просматривать ежедневную и ежемесячную статистику, а также статистику за последние 28 дней. Что примечательно с указаниями динамики, трафика и тех изменений, которые происходят на канале, простым, понятным даже для самых новичков, языком. Чтобы вы сразу видели, что у вас хорошие показатели, рост по сравнению с прошлым периодом на столько-то процентов. Или наоборот, какие-то другие изменения. Изменились также показатели статистики спонсорства канала. В частности, авторы смогут увидеть изменение количества спонсоров канала в течение времени, сравнить данные с показателями за предшествующий период, и также увидеть отзывы спонсоров, более не поддерживающих канал, и понять причины ухода спонсоров. На мой взгляд, это очень важно, потому что на некоторых каналах спонсорская поддержка составляет достаточно значительную долю дохода. И важно понимать, почему люди перестают быть спонсорами канала. И когда человек прекращает спонсорство, он может оставить свой отзыв, некоторое короткое пояснение, почему вы перестали быть спонсором этого канала. И тогда автор сможет понять, что-то я делаю не так, и исправится. Изменились правила загрузки значков видео. Я заметил это на стриме, который проходил в субботу. Кстати, кто не видел, очень рекомендую посмотреть, если вы, конечно, нормально относитесь к нецензурной лексике, потому что стрим был без цензуры. Очень советую настоящий шедевр. Так вот, создаю я стрим, использую старые настройки предыдущего стрима, пытаюсь заменить значок видео, и система мне пишет, вы не можете так часто загружать новые значки видео. Я думаю, да что за ерунда? Создаю новый стрим с нуля, и система позволяет установить значок. Так вот, теперь YouTube ввел ограничения на количество значков, которые можно загружать в течение дня. При попытке загрузить избыточное количество превью, вы получите сообщение «Достигнут ежедневный лимит пользовательских миниатюр». И попытку можно будет повторить через сутки. Ограничения могут варьироваться в зависимости от страны, конкретного региона, истории конкретно вашего канала. Точные параметры в данный момент не раскрываются. Однако, ограничения есть. Я убежден, что кто-то из вас уже заметил влияние данного ограничения. Обязательно, пожалуйста, в комментариях напишите, если видели подобное на своих каналах. Зачем это делается? Во-первых, чтобы наверняка предотвратить спам. Во-вторых, чтобы, может быть, как-то повлиять на тех, кто проводит сравнительный маркетинговый анализ. И вот это решение я не понимаю. Поясню для тех, кто не в теме. Многие крупные каналы действуют следующим образом. Они готовят 3 или 4 превью, 3 или 4 персонализированные значка видеоролика и ставят их поочередно, отслеживая статистику просмотров в режиме реального времени в первые часы с момента публикации ролика. Как вы понимаете, первые часы с момента размещения видео наиболее важные для алгоритмов. Поэтому очень важно дать максимальную динамику трафика. На динамику трафика в том числе влияет превью вашего видеоролика. Поэтому крупные авторы, у которых репрезентативная статистика и есть деньги, время, силы на изготовление нескольких значков, делают это, ставят первый значок, смотрят, ага, CTR, например, 8%. Меняют через час на другой значок и смотрят, если CTR начал снижаться, ставят обратно первый, либо меняют на следующий. Если CTR повышается, значит делают они вывод, что новый значок оказался более удачным, более эффективным, дает более высокую конверсию. Таким образом, в общем-то, авторы увеличили свои просмотры. Зарубежным видеосервисам могут предложить оплачивать трафик в России. Ни для кого не секрет, что видеосервисы отжирают львиную долю трафика, потому что видеоролики – это большой поток данных, и, соответственно, чем больше люди смотрят эти самые видео, тем больше нагрузка на инфраструктуру сети, и тем больше передается данных по каналам связи. Так вот, собственно, иностранные стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры могут заставить платить за трафик в пользу российских операторов связи. В Минцифре считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей. Не будем напоминать, из-за чего операторы находятся в тяжелом положении, не будем напоминать про закон Яровой и все такое прочее. На самом деле операторы находятся в тяжелом положении. И это происходит из-за иностранных стриминговых сервисов. Вот такие вот дела. Так вот, глава Ростелекома, Ростелеком, божественный Ростелеком, Михаил Асеевский неоднократно предлагал обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания. Обслуживание интересов отдельно взятых граждан, я так предполагаю. Но, может быть, я ошибаюсь. Директор Института исследования интернета Карен Казарян заявил, что данное предложение обречено на провал. Ну, хоть кто-то из здравомыслящих людей отметился в этой дискуссии. Сразу возникает вопрос, а чем трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных? И почему первые не должны за него платить? Ведь они также увеличивают нагрузку на сети операторов. Охрененно тупая идея. Ну, я думаю, дискуссия немножко бессмысленная, поэтому идем дальше. Ведущие интернет-компании должны создать полноценное представительство в России. Согласно закону о приземлении иностранных IT-компаний, с 1 января 2022 года Google, Twitter, TikTok, Telegram, Twitch и другие IT-компании с ежедневной аудиторией в Российской Федерации от 500 тысяч пользователей должны создать полноценное представительство и открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора. В случае неисполнения этих требований санкции могут быть самые разнообразные, в том числе ограничение осуществления денежных переводов, приема платежей, запрет на поисковую выдачу, частичная или полная блокировка ресурсов в Рунете. Стандартный набор. Что же могут еще предложить? Гениально. Начальник управления контроля и надзора в сфере электронной коммуникации ведомства Евгений Зайцев заявил, безусловно, жестить мы не будем, мы будем договариваться. И мы это умеем делать. Но мы умеем и принимать меры. Если нам не оставят другого выбора, мы, безусловно, будем использовать российское законодательство. Звучит так, как будто российское законодательство – это что-то плохое. Это Россия. В данном контексте я воспринял только такой поворот событий. Не знаю, что думаете об этом. Вы можете также поделиться. Google, YouTube, Facebook и TikTok будут показывать социальную рекламу в России. С февраля 2022 года начнется размещение социальной рекламы на российских площадках. Везде там в Яндексе, в Рамблере, ВКонтакте и так далее. И, в общем-то, уже реализовано несколько пилотных проектов по размещению такой соцрекламы на тему вакцинации, донорства и поддержки пожилых людей. Посмотрим, как это будет происходить и как это будет реализовано на иностранных площадках. Это уже запланировано. Блогер создал шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» с призовым фондом. Почти 500 тысяч долларов. Совокупные затраты у него составили 3,5 миллиона долларов. Вы уже догадались, это Мистер Бист и поднял он даже на первом ролике почти 100 миллионов просмотров. Короче, все очень неплохо окупается и я думаю, что он выйдет в суровый плюс по этому своему проекту. Для крупных ютуберов это хорошая возможность, поэтому отечественные крупные авторы, которые меня смотрят, подумайте насчет такого. Если в вашей контент-стратегии есть лайфхаки, челленджи и эксперименты до и после, вам это может принести дополнительный профит. И кстати, напоминаю, декабрь это самый доходный месяц на ютубе. Здесь за каждый просмотр могут платить в два раза больше, чем за другие периоды времени. Соответственно, увеличение количества просмотров, повышение качества монетизации даст вам нереальный профит, даст вам столько денег, сколько вы не заработаете за любой другой месяц в течение года. Поэтому очень важно развивать свой канал, исправлять те ошибки, которые сдерживают рост канала и получать больше просмотров. Люди, которые заказывают аудит канала у меня, получают от 50 и больше процентов прироста просмотров. А даже за 50 процентов прироста просмотров вы получите плюс 100 процентов доходности за декабрь в среднем. Поэтому самое время заказать аудит, исправить ошибки и срубить баблишко. Ссылочка в описании не пропустите, ведь вы же не отказываетесь от дополнительных денег. Это все новости на сегодня, такая вот ситуация на ютюбе, что интересного заметили вы, делитесь в комментариях, рассказывайте. И в пятницу вас ждет невероятно интересный контент, который поможет вашему каналу развиваться более эффективно. С вами я, Коно Ден, мы говорим про ютюб, подписывайтесь, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok